Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня свое выступление я решил начать с того, как бы немножко разнести ту информацию, которая появилась в интернете, что в Минске 23 декабря ожидается минус 34 градуса. Первоначально такая информация появилась на Твиттере, но потом данная информация уже появилась и на других сайтах, что, к сожалению, вело в заблуждение жителей нашей страны и, можно сказать, такой легкой паники. Поэтому я хотел бы развеять все эти размышления ваши, успокоить немножко. Почему? Потому что 23 декабря в Минске не ожидается 34 градуса, а будет такая легкоморозная погода. Почему бывает такая вот ситуация? Могу сказать точно, что данная информация, она неофициальная и принимать ее за основную ни в коем случае нельзя. Почему? Потому что на сайте Гидромедцентра в наших прогнозах данной информации нет. Почему бывают такие сбои? На самом деле, то программное обеспечение, которое стоит в этих больших суперкомпьютерах, это довольно-таки сложный продукт. Туда забивается формула на 4 листа А4, и поступают начальные данные, потом берется что-то такое среднее, и это идет как бы просчеты. Поэтому как бы довольно-таки редко, но все-таки бывают вот эти вот как бы сбои, когда температура воздуха, даже по другим метеорологическим явлениям, информация идет как бы недостоверная. Но мы данную информацию как бы сегодня проанализировали, сопоставили все, и уверены, по крайней мере, на 95 процентов, что таких морозов не будет. То, что касается ближайшего времени, то могу сказать так, что нас ждет вполне такая спокойная и зимняя погода. Правда, нас ожидают такие вот температурные качели в ближайшее время, ожидают как раз вот такие резкие перепады температуры воздуха. Вот смотрите, в ночь на пятницу температура воздуха ожидается у нас минус 7, минус 14, при прояснениях до минус 16-18 градусов, и дневная температура от минус 2 до минус 8 градусов. И при этом в дневные часы на большей территории ожидается снег, слабый туман и слабые гололедные явления. Ну а в субботу и воскресенье погода будет благоприятная для того, чтобы прогуляться, потому что ожидается вполне такая спокойная и по зимним меркам более комфортная погода. В отдельных районах ожидаются у нас осадки в виде снега, правда, в воскресенье в дневные часы снег ожидается на большей части. И температура воздуха в ночные часы будет минус 1, минус 8, и днем минус 2, плюс 3 градуса. В понедельник станет еще немножко потеплее, здесь температура воздуха будет составлять от нуля до минус 6, и в дневные часы прогнозируется около нулевой отметки. Но уже начиная со вторника северных регионов температура воздуха вновь начнет понижаться и ожидается усиление морозов. И уже в среду температура воздуха в ночные часы будет составлять минус 7, минус 14, при длительных прояснениях 16-18 градусов и дневная будет составлять минус 1, минус 8. То, что касается 23 декабря, то здесь ожидается такая, то также вполне спокойная погода. И температура воздуха прогнозируется в ночные часы минус 7, минус 14. По востоку и северо-восточных регионах при прояснениях температура воздуха будет опускаться до минус 15, минус 20. Но преобладающая температура воздуха днем будет от минус 3 до минус 8 градусов. Поэтому говорить о каких-то аномальных морозах в ближайшее время, как говорится, ждать не приходится. Еще хотел бы предупредить, уважаемые рыбаки, еще раз повторяю, совместно, наверное, с МЧС, что ни в коем случае на лед выходить нельзя. Несмотря на то, что установилась такая морозная погода, все-таки будут периоды, когда, особенно в дневные часы, он будет потаивать, будет появляться где-то полыни, поэтому на лед выходить опасно. Ну а пока желаю всем хорошего, позитивного настроения, не хандрить. Удачи и берегите себя! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова